Вопросы какие-то? Или ещё рассказать по-другому? Ну, в основном, я хотел бы понять общую структуру, и все это, что еще состоит. Хорошо. Что такое татахилинг? Это техника медитативная. А что такое медитативная техника? Это значит, нужно остановить бег мыслей. Мы с вами, когда живём, наш ум беспрестанно работает. Там роятся сотни тысяч мыслей. Он никогда не молчит. Поэтому мы с вами не слышим голос своей интуиции. А голос интуиции, он очень тонкий. Я уверена, что каждый из присутствующих здесь, я в том числе, испытывали такое. Вот надо сделать какое-то дело, и какая-то такая тоненькая мысль проскальзывает и говорит, лучше так. А мы включаем логику, ум, и говорим, да оно, это же неразумно, надо вот так, так и так, потому что так принято. И делаем так, как нам он подсказывал, и наша логика. В результате получается, ах, какая была правильная мысль. Правда, все испытывали такое. Так вот, мы на тета-хилинге учимся именно поймать вот этот тонкий голос интуиции. Как это происходит технически? Очень хорошо проработано это в тета-хилинге. Есть путь, когда мы выходим в тета-состояние. Тета-состояние — это когда замолкает наш ум. Когда мы слышим свой внутренний голос, свою интуицию. В тета-хилинге это называется соединение с Создателем, с Творцом. Но на самом деле каждый из нас творится. В каждом из нас есть вот эта вот священная пустота. Это энергия безусловной любви, о которой говорится в тета-хилинге. И мы учимся посредством выхода вот в эту медитацию слышать себя. Каждый человек, еще не было ни одного такого, кто не смог бы просканировать друг друга, услышать, какую-то информацию сочетать. Я такого не видела, по крайней мере, в своих группах. У всех это получается. Почему это получается у всех? Потому что это нам дано по праву рождения. Мы просто запретили себе. И мы считаем, что есть, нет, это есть только особенные люди, которым этот дар там свыше. Может быть, они когда-то потеряли зрение, как Ивангар. Может быть, они там перенесли тяжелую болезнь, пережили клиническую смерть. И вот в награду они получили этот чудесный дар. Все не так. Потому что, как каждый из нас чувствовал голос своей интуиции, так в каждом из нас это существует. Что касается самого процесса обучения. Мы с вами собираемся в аудитории и работаем с 10 часов до 5 часов, с перерывом на обед 1 час. До обеда в первый день. Что мы учимся делать? Мы узнаем основные принципы татахилинга. Основные принципы татахилинга, я даже сейчас скажу, что это такое, это очень важно. Первое, это вера в Бога, в Создателя, Творца. Первое, это не религия. Это просто вера в высшую силу. И второе, это уважение свободной воли любого человека, в том числе и своей. Значит, что мы будем учиться? Мы будем учиться любить и уважать себя и любить и уважать окружающих людей. Поэтому жизнь становится намного приятнее и радостнее, когда мы этому учимся. Возможно, этому невозможно до конца научиться в совершенстве, но когда мы идем по этому пути, жизнь уже становится лучше. И вообще, не надо стремиться довести себя до какого-то гнифического совершенства. Мы с вами живые люди, мы также будем испытывать всякие эмоции, раздражение, гнев, злость. Но мы научимся это наблюдать, отслеживать и трансформировать, что самое важное. Потом, в первый день, мы с вами научимся тестировать свои убеждения посредством телесного теста. Мы научимся с вами входить в тета-состояние. А в тета-хилинге это называется изучение прохождения дорожной карты. Под моим руководством будете учиться входить в это состояние. Затем, в первой половине дня, мы уже начнем сканировать друг друга. Просматривать. Заболевания различные, блоки. Но для начала физическое тело будем сканировать. Далее, что будет потом? Мы будем просматривать будущее на определенную заданную дату. Мы научимся, как это ни странно звучит, растягивать и сжимать время. Работает потрясающе. Могу вам точно сказать, работает на самом деле. Кто обучался, подтвердят. Отлично работает. Когда куда-то опаздываешь, можно сказать, попросить и сжать время при помощи этой... То есть растянуть время так, как мне надо. Иногда нужно на дорогу полчаса, а у меня есть всего 15 минут. И вот посредством этой направленной мысли, когда затихает ум, когда мы верим в это, за 15 минут мы успеваем туда, куда можно добраться только за полчаса. Или я лечу в самолете 5 часов. И я могу задать такую программу, что пусть мне эти 5 часов почувствуются, как полтора. Работает. Просто потрясающе работает. Мы будем встречаться с вами, с нашими ангелопродуктами. Мы будем встречаться... Это уже на продвинутом пойдет. Встреча с предками. Мы будем узнавать, какие убеждения нам перешли по нашему роду. И как они сейчас не дают нам жить так, как нам нравится. Мы будем наполнять любовью наш род. Мы будем учиться понимать наших родителей, наших бабушек и дедушек, почему так происходит в нашем роду, почему нет того счастья, которого хотелось бы. Мы будем работать по концепции тета-хиллинга. Вся наша жизнь, весь мир существует на 7 планах бытия. 7 планов бытия — это земля, мир растений, мир тел, наших физических тел и мир животных. 4 план — это план Духов. 5 план — это ангелы, демоны, вознесенные учителя. Все они вместе собраны на многоуровневом пятом плане. 6 план — это план законов. Законы правят наши Вселенные. Законы музыки, законы гравитации, закон времени и так далее. Закон физики. Когда мы слышим божественную музыку, предположим, Баха, Шабелла, Шуберта, она какая-то неземная, да? Эти гениальные люди просто сумели ее поймать с этих частот, уловить ее, принять, потому что они были готовы к этому. И 7 план — план божественной безусловной любви. Это творит Создатель Всевысущего. И мы будем с вами работать с каждым из этих планов. Очень подробно. Да, и я сразу скажу, что я очень люблю работать с планами, и поэтому на продвинутом курсе я это даю более подробно. Больше, чем того требует продвинутый курс. Есть еще такой курс, он довольно дорогостоящий, где-то 35 тысяч, что ли, стоит 4 дня идет. Планы бытия. Так вот, я из этих планов бытия немножечко привношу этот продвинутый курс. Потому что мне очень-очень хочется передать вот эти вот потрясающие знания и опыт. И хочется, чтобы люди ушли с вот этим ощущением, как прекрасны эти планы события. Мы считываем информацию с камней, кристаллов, работаем с растениями, работаем с духами. На пятом плане работаем с разными уровнями пятого плана. Это очень интересно и увлекательно. После чего вы научитесь? Вот практически в жизни, если вы пройдете базовый продвинутый курс, а еще и мастер-класс. Вы научитесь снимать боль физическую. Например, у кого-то в вашей семье вдруг что-то заболеет. Вы сможете снять эту боль. Придет с работы расстроенный ваш член семьи, беспокойный чем-то. Вы сможете привести его в ровное состояние. И научитесь принимать это все как естественный ход событий, по поводу которых не стоит беспокоиться и переживать. Вы научитесь работать с собой. Понимать, что происходит с вами в тех или иных ситуациях, зачем вам эта ситуация дана. Да, кстати, хочу сказать, что очень хорошо излечиваются дети маленькие. Вот я даже расскажу случай из своей практики. Где-то мне, где-то было уже пол одиннадцатого вечера, мне пишет ВКонтакте моя знакомая. Ребенку полгода, очень высокая температура, держится несколько дней, никто ничего не может сделать. Я ее спрашиваю, ты можешь выйти в скайп сейчас? Нет, не могу, вот ребенок только уснул, лежу, хорошо говорю. Не выходи в скайп, я сейчас буду 15 минут с вами работать. Когда закончу, напишу. Я начинаю работать с ребенком, смотрю, в чем там причина, выясняю причину, как оказалось в квартире. Они только что сменили квартиру, и энергетика там очень тяжелая, квартира не очищена. Мы, кстати, с вами будем учиться, как очищать неодушевленную материю, как заряжать их на определенные, скажем так, задачи. Машины, квартиры, дома и так далее. Вот я очистила эту квартиру даже на расстоянии, можно это сделать. Я поработала с этим ребенком через маму и считала информацию, что завтра к середине дня у него температура спадет. А, кроме того, у нее еще одно несчастье было. Мужу назначили операцию, сказали, что долго там проверяли, делали УЗИ и сказали, что камни в очках. И через день, я говорю, так как ребенок сейчас спит, мы не будем беспокоить, через день мы встретимся еще раз в скайпе и более глубоко проработаем всю эту ситуацию. Но на следующий день она мне написала, что температура у ребенка спала. И вот когда мы еще через день встретились, она говорит, а мужу не надо делать операцию. Говорят, что это была ошибка. У него прошли все боли, которые снились. То есть, вот такие случаи, чудеса происходят. Что нужно, чтобы это получалось? Вера. Абсолютно верно. Во-первых, вера в себя. Кстати, еще одно огромное преимущество от этого хилинга, что вы научитесь верить в себя. Что очень многое для вас возможно. Во-первых, вера в себя, в свои возможности. Во-вторых, для того, чтобы все хорошо получалось, для того, чтобы считывать достоверную информацию, нужно обладать определенными качествами. Вот эти хилинги, они называются добродетели. Виана называет их здравым смыслом. Здравый смысл — это прежде всего то, чтобы воспринимать этот мир таким, какой он есть, без возмущения, без осуждения, без сравнения. Просто принимать всех людей, все явления в этой жизни такими, какие они есть. Потому что этот мир совершенен именно такой. Мы привыкли часто ругать этот мир, правительство, несправедливости какие-то. А нет этой несправедливости. Просто каждый человек должен побывать в этой ситуации, чтобы измениться и что-то осознать. И вот благодаря этому осознанию эти ситуации начнут уходить из вашей жизни. И вам не нужно будет проявлять удовольствие кем-либо или чем-либо. В общем, я считаю эту технику волшебной. Но, опять-таки добавлю, она волшебная, если мы работаем. Если мы этим занимаемся. А не просто вот, раз мы этим овладели, значит, все само собой должно совершаться. Но это не какой-то тяжелый труд. Это нормальный образ жизни. Это просто образ жизни, когда мы с вами ведем здоровый образ жизни. Это приятно, это увлекательно, это здорово. И когда смотришь, как люди ссорятся из-за пустяков, какие-то проблемы выращивают на ровном тесте. Но мы с вами, пройдя это обучение, пройдя этот курс, можем гораздо проще это все разрешить. Работа будет очень насыщенной на учебе. В теории всего процентов 20 или даже 15. И в основном это практика, практика и практика. Это работа в парах. Там будут подниматься такие программы, о которых вы даже не подозревали, что в вас существует. Там будут такие открытия, которые вас будут поражать. Будут, возможно, слезы, будут радости. Но после того, когда курс заканчивается, все присутствующие становятся как одной духовной семьей. Потом с радостью встречаются друг с другом, делятся какими-то новостями, работают друг с другом, советуются. В общем, этот хилинг еще чем хороший. Он дает много друзей. Он дает единомышленников. И жизнь становится намного интереснее. Еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, вот три вопроса. Да, пожалуйста. Первый вопрос. Вы сказали, что там работали с ребенком, да, об этом мужа тоже становилась проблема. То есть, получается, можно работать с человеком не без его согласия, не подняли за это? Я не работала с мужем. Я чистила квартиру с разрешения хозяйки. А, то есть, все равно разрешение чьего-то, имеющего отношение к этой ситуации? Да, обязательно. Я чистила квартиру с разрешения этой хозяйки, потому что я увидела, что энергетика этой квартиры настолько тяжела, что она так влияет на жильцов этой квартиры. И как следствие у мужа прошли... Как следствие, да. С ним я не работала. Да, без разрешения мы не имеем права работать ни с какими людьми. Не спросив у них разрешения, здесь только их сроки, желают ли они эти изменения пройти или нет. Единственное, что может делать Теда Хиллер, это любого человека наполнить любовь. Не спрашивая. Не спрашивая, абсолютно. Просто, вот скажите, вы же не будете спрашивать, можно я пожелаю тебе добра? Я пожелаю тебе здоровья и всего самого наилучшего. Вы это сделаете просто от души, и будет человек от примера, с благодарностью. Ну, может, кто-то будет не в духе, это, кажется. Такое бывает. А так мы все делаем только с разрешения. И когда мы работаем с убеждениями и меняем их, обязательно озвучиваем, спрашиваем, формулируем эти новые убеждения. Иногда изменения происходят так быстро, что люди начинают пугаться. Как это? Женщина была такая деловая, такая вся порывистая, почти как мужчина. и пришла и говорит, я очень хочу стать шерстнее. Я очень хочу стать мягче. И вдруг, буквально через три дня в ней появляется эта мягкость. Она просто в шоке от того, что это так быстро. И говорит, подождите, не так быстро, я не успеваю это принять. Такое тоже бывает. А потом, знаете, еще какие моменты бывают? Когда мы с вами открываем в себе то, что было заблокировано, спрятано горболь, у нас начинает идти агрессия. Как? Неужели это есть во мне? И вот там на курсе мы это все трансформируем. И за довольно короткий срок удается это все прожить, успокоить. А второй вопрос какой? Второй вопрос. Можно ли, ну, может, какими-то неумелыми действиями навредить себе и любви? Нет. Невозможно. Навредить вы не сможете. Потому что, во-первых, самое главное, вы же будете сопровнять свободную волю этого человека. И вы спросите, ты позволяешь, чтобы я сейчас сняла эту боль, ты позволяешь, чтобы мы поработали над заменой того или иного убеждения? А хочешь ли ты изменить что-то в своей жизни? Потом мы это проверяем тестированием обязательно. Поэтому, вы знаете, я считаю, что вред нанести невозможно. Третий вопрос. Вот все, что вы перечислили, да, ну, это звучит, как сказка, я имею в виду, и работа, и с предками, и с духами, и там, и так далее. это звучит, по-моему, это, 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 вот, у ваших учеников к концу курса получается у всех, или были случаи, что... Абсолютно. Абсолютно. Я не видела ни одного человека, у которого не получилось. Но давайте я вам пример расскажу. Звучит, правда, как сказка. Когда я была на курсе семейной узы, мы садимся в паре работать с моей, скажем так, одногруппницей. И я ей задаю вопрос. Давай посмотрим, какой предок мне дает мне... Почему у меня страх перед целительством? Какой предок запретил мне стать целителем? Я человека, эту женщину вижу первый раз. Она садится напротив меня, начинает просматривать и говорит, Михаил, что тебе говорит это имя Михаил? Я говорю, а теперь посмотри, как выглядит, ты сможешь посмотреть, как выглядит этот Михаил? Он мне описывает. Я-то поняла сразу, о ком речь. Она мне описывает моего деда, который обладал совершенно потрясающими способностями. Он вот так мог посмотреть и снять температуру у человека высокой. Просто за 10 минут. Но он никогда не афишировал. В советские времена этим как-то время-то было заниматься. Он никогда это не афишировал. И вот я говорю, а спроси, почему? Почему он не дает ему... А он говорит, это очень опасно. этого не принимает общество. Но вы представляете, вот вам сказка. Человек, которого я вижу первый раз, садится напротив меня, описывает моего деда и называет его имя. Это не вымысль. Это на самом деле правда. А откуда вы знаете, что вам туда запретил заниматься? А я так предположила. А я так предположила. Потому что на семейных вузах мы прорабатывали такие программы. А вот почему? У меня есть страх. Был страх в то время, да? Что-то меня останавливало вот так вот широко работать. И я спросила, говорю, давай посмотрим, вдруг это кто-то из предков. Потом я попросила ее посмотреть. А давай посмотрим. Может кто-то из предков не дает мне разбогатеть настолько, насколько я могу. То есть мой потенциал обрести полностью. И ведь тоже правильно показала. Она мне тоже правильно назвала. И мы увидели причину, почему это происходит. То есть нам, как правило, мешают наши предки в чем-то реализовать? Не как правило, это как один из вариантов. А что еще может? Что еще может? Ну, смотрите, наши предки, они не в смысле сами вот предки эти мешают. Убеждения, которые имели эти предки, они, мы с вами будем изучать уровни убеждений, один из них генетический уровень. И они имеются у нас на генетическом уровне, что когда-то это было опасно, это опасно для жизни. А вы знаете, что иногда болезни хронические бывают, с соредарностью со своим родом. И вот с этим мы тоже будем работать. Как правило, убеждения идут именно вот из нескольких поколений. Это не то, что вам там дед запретил, а потому, что у него было убеждение такое. И вы это впитали с ДНК. Это прошло по всему роду. И так живут очень многие. Например, я видела такие интересные убеждения, что для того, чтобы семья была сплоченной, только горе может нас сплотить. Это нормально? Нет. Мы имеем право совершенно быть счастливыми, мы пришли в этот мир для того, чтобы жить легко. И чтобы любое событие, вот эти прекрасные цветы воспринимать как чудо. Каждое утро воспринимать как чудо. И знаете еще, за что я люблю этот хилинг, очень сильно люблю, за то, что занимаясь им, я научилась испытывать благодарность по каждому поводу. Начинается занятие, когда мы и я читаю такую молитву. Создатель Совесущего благодарю тебя за мою жизнь, за этот мир, за этих людей, которые сейчас передо мной, за этот город, в котором я нахожусь, за этот вид из окна. То есть за все иметь благодарность. А когда человек благодарен за все, за дождь за окном, за солнце, за то, что кто-то плохо на вас посмотрел или обругал, спасибо, благодарю. О чем ты там мне говорила? Задаем вопрос, не обвиняя никого, ни себя, ни этого человека. И когда начинаешь жить из чувства благодарности как с ним, что происходит, вы знаете, вот вы сказали, звучит как сказка, ну, в мой взгляд, жизнь становится как сказка. Я, например, воспринимаю жизнь вообще как чудо. Ах, как хорошо, я вышла и вот вовремя подъехал автобус, который мне нужен, чудо. Я заказала там такси и машина подъехала вовремя, она красивая и совсем недорого. И когда мне надо, это тоже чудо. вот в общем-то, вот так. Вы сказали цветы, а с цветами можно разговаривать? Да. Допустим, у меня не цветет орхидея, уже не знаю, какие танцы с бубном вокруг прыгать, можно с ним поговорить, узнать, что ей надо вообще? Поэтому мы будем с вами учиться как раз на базовом курсе. Как разговаривать с растениями, как понимать их язык. В то же случае расскажу и с животными. Техника разговора с животными тоже будет. Как чувствовать, что они хотят, как исцелять животных, иногда они хотят исцеляться. тоже расскажу случаи. У меня очень успешно проходит обучение Техника в Калининграде, там есть у меня организаторы, она собирает группу, я приезжаю с удовольствием в этот город прекрасно, а потом после окончания курсов еду в Светлогорск у Балтийского моря, и там несколько дней жил, гуляю. И как-то раз прохожу по территории санатория, смотрю, такое дерево прекрасное, никак не могу понять, что за дерево. И начинаю думать, что же это за дерево. об этом вспоминаю. Ой, я же могу спросить. Спрашиваю дерево. Тоже звучит как спросить, да? Так, если со стороны послушать, скажут, ку-ку. Ну вот, и я четко, отчетливо слышу информацию. Как слышать, видеть, я вам сейчас тоже скажу коротко. Черешня. Я думаю, странно. У Балтийского моря черешня. Как-то странно. Проходит служащая санатория, я говорю, простите, пожалуйста, а вы не скажете, что это за дерево? Она говорит, так это еще с немецких времен осталось, черешня. Вот с растениями мы так разговариваем. Даже кое-какую информацию от них нужно услышать. по поводу я не вижу, я не слышу, я не понимаю. Не думайте, пожалуйста, что это хилинг, это вы закрыли глаза и телевизор включился. Не ждите этих картинок. Ну, это на курсе я буду говорить подробнее. Некоторые опасаются, как же так, у меня так плохо с визуализацией. Мы, по сути, там учимся не картинки смотреть, мы учимся чувствовать. У каждого свои наиболее развитые каналы. Кто-то видит картинками, но они не такие, как в телевизоре, яркие. Они идут такими намеками, они такие немножечко притух, притух, такие вот приглушенные. Но вы их различите. Главное доверять своей интуиции. Иногда это просто информация. Вот просто. Как будто, знаете, было такое ощущение в жизни. Да я всегда это знала. Да? И вот идет именно как информация. Или же это может быть, у меня такое бывает иногда, как будто кто-то пишет туда «Да», с светящими собой. Или нет. То есть не обязательно, не надо беспокоиться, что у кого-то плохо с визуализацией, кто-то что-то не увидит, не услышит. У всех разное видение, у всех разное восприятие, и прежде всего мы с вами учимся чувствовать. Иногда, когда я работаю, я слышу запах, которого по сути нет, но я через запах иногда определяю, что что-то в жизни этого человека есть. Возможно, это болезнь, возможно, это род его занятий приходит через запах. у каждого своих каналов восприятия развиты наиболее чувствительными, наиболее чувствительными являются. Ну вот точно могу сказать, что я не встречала пока такого человека, у которого не получилось. Еще какие-то вопросы есть? И самое главное, благодарность я уже сказала, вот это вот ощущение безусловной божественной любви, как она говорится. Девушки обучались, знают, знают это прекрасное состояние, и когда его почувствуешь, то смотришь на нашу жизнь, на этой планете, как на такую большую увлекательную игру. Я даже кому-то сделала пожелание на день рождения, говорю, помни о том, что жизнь, наша жизнь, это игра, и я тебе желаю день рождения, чтобы твоя игра была предстательной, увлекательной, и восхищала тебя всегда. Вот мы начинаем понимать, что это действительно игра, которую мы с удовольствием проигрываем. В общем, мы очень соприкладим гармоничное состояние, изменять себя, а когда изменяемся мы сами, то изменяются люди, которые рядом с нами, а те, кто не могут воспринять наших изменений, они уходят из круга нашего общения, об этом тоже не надо сожалеть, с ними можно спокойно попрощаться, пожелав им добра, приходят новые люди, но ваши близкие, ваши родственники будут изменяться вместе с вами. Вот семейные отношения точно улучшаются. Сколько клиентов ко мне приходили и говорили, ну надо же, как только мы поработали вот с мамой, я всегда начинаю, кстати, работу, первая сессия с клиентом, я всегда работаю с родителями, потому что все, что в нашей жизни есть, идет от наших родителей. И хорошее, очень полезное, и то, что нам мешает в чем-то. И когда я работаю со своим клиентом, мы отрабатываем машины с родителями, приходит, если в следующий раз говорит, вы знаете, мама так изменилась, вдруг мы с ней стали разговаривать нормально. Ну, в общем, я закончу свое выступление тем, что, опять-таки повторюсь, что если хотя бы один член семьи владеет этой техникой, я бы даже сказала, техникой, она столько меняет свой образ жизни и живет вот в этом, в тата-хилинге, да? Во-первых, тата-хилинг это не новость, это не какое-то новое, сверхновое изобретение, это собранная воедино тысячелетняя мудрость веков, это собранные воедино многие-многие практики и многие наработки. если кто-то из вашей семьи или вот вы один человек, кто-то в семье будете этим владеть, вы очень-очень поможете и своим родителям, и своим детям, и даже это отразится уже на жизни всех будущих поколений вашей семьи. Субтитры создавал DimaTorzok